Здравствуйте! 6 июля Новокузнецк отметил 406 лет со дня своего основания. Дорогие друзья, Новокузнецк признанный флагман развития юга нашего региона. Его роль в судьбе Кузбасса остается не просто значимой, а стратегически важной. Здесь рождаются многие созидательные инициативы, уникальные городские проекты, которые подхватывают другие города, другие регионы. Новокузнецк – настоящая кузница талантов в науке, культуре, искусстве и спорте. И мне радостно видеть, что современное поколение новокузнечан вносит свой весомый вклад в развитие города. Южная столица преображается, хорошеет, становится комфортней для жизни. Это ваша заслуга, дорогие друзья. Мы все понимаем, что залог благополучия и процветания – это наше единство. Движение в одном направлении – общность, цели и взаимная поддержка. Кузбасс – это одна семья. А Новокузнецк, как старший брат в этой большой семье, обладает особой закалкой, особым характером. Это город подвига, мужества, главным сокровищем которого всегда были и остаются жители Новокузнецка. Новокузнецка, кузбассовцы, россияне. Еще раз от всей души поздравляю вас с праздником, с Днем Города. И желаю вам благополучия, тепла и уюта в доме, а Новокузнецку – дальнейшего развития и процветания. Сегодня мы говорим спасибо нашим заводчанам, шахтерам, врачам, педагогам, нашим звездам культуры и спорта, выдающимся общественным деятелям. Спасибо и нашей армии добра, волонтерскому корпусу Новокузнецка. Сердечная благодарность всем жителям, организациям и предприятиям, кто не жалеет времени и сил для наших общих дел на благо родного города Кузбасса и России. Желаю каждому из вас крепкого здоровья, больших душевных сил и, конечно же, благополучия. С Днем Рождения, родной Новокузнецк. Два месяца остается до досрочных выборов губернатора Кузбасса. На должность главы региона выдвинулись пять кандидатов. Илья Середюк от партии «Единая Россия», Мария Градештян, представляющая ЛДПР, Роман Клейстер от партии «Новые люди», Юрий Скворцов, партия «Справедливая Россия», патриоты за правду и коммунист Александр Карпов. 1549 участковых избирательных комиссий в Кузбассе. На сегодняшний момент они сформированы все, и именно они будут обеспечивать день голосования. Это более чем 16 тысяч человек, все они являются членами комиссии. На сегодняшний момент в активной стадии у нас обучение всех членов и участковых избирательных комиссий, и территориальных избирательных комиссий. На выборах губернатора избиратели смогут воспользоваться процедурой «Мобильный избиратель». Это механизм, позволяющий проголосовать на любом избирательном участке Кузбасса, а не только по месту постоянной регистрации. Для этого необходимо с 22 июля по 2 сентября подать соответствующие заявления. Самый основной распространенный и удобный способ для избирателя – это, конечно же, подача заявления через портал Госуслуг, через свой личный кабинет. Но также есть возможность подачи таких заявлений и в МФЦ, и, соответственно, в территориальных комиссиях, и в участковых избирательных комиссиях. Очень удобный инструмент для тех, кто находится в дни голосования не по месту регистрации. Соответственно, он знает, где будет находиться в это время, соответственно, подает заявление и голосует уже там, где удобно. Всего в Кузбассе стартовало 15 избирательных кампаний. Кроме губернатора, жители разных территорий области будут выбирать и муниципальных депутатов. Все выборы в Кузбассе пройдут с 6 по 8 сентября. С 6 июля стартовал второй этап приема заявлений для зачисления детей в первые классы. Речь идет об учреждениях, которые не относятся к микроучастку, где зарегистрирован ребенок. Попасть в выбранную образовательную организацию можно при наличии в ней свободных мест. Информацию об этом школы размещают на своих официальных сайтах. Документы будут принимать до 5 сентября. Как и прежде, представить необходимые документы доступно разными способами. Это прежде всего через информационные порталы, через госуслуги. И мы рекомендуем родителям подавать именно через госуслуги, так удобнее, прикрепляя сразу сканы необходимых документов. А также через электронную школу 2.0, которые будут открыты 8.00 6 июля. Налоговая инспекция напоминает. В Едином государственном реестре юридических лиц есть возможность для отражения сведений об использовании обществами с ограниченной ответственностью типовых уставов. Воспользоваться данным правом могут как вновь созданные, так и действующее общество с ограниченной ответственностью. Основные преимущества использования типового устава – это экономия времени на составление и утверждение устава общества, на его оформление для государственной регистрации. При изменении наименования, местонахождения и размера уставного капитала общества корректировать устав не придется. Типовой устав регистрирующий орган не представляется. Сведения о его применении указываются в заявлении о государственной регистрации. Не нужно менять устав, когда это потребуется, в связи с изменениями в правовом регулировании деятельности общества с ограниченной ответственностью. Поправки к типовому уставу будет вносить уполномоченный орган. Всего в России 36 вариантов типовых уставов. Чтобы подобрать для себя подходящий, нужно зайти на сайт Федеральной налоговой службы России. Там размещен сервис «Выбор типового устава». Достаточно ответить на 7 вопросов, и он автоматически подберет подходящий для вас типовой устав. Чтобы перейти на использование типового устава, нужно подать в регистрирующий орган заявление по форме Р-13-014. При этом госпошлину платить не нужно. И отказаться от использования типового устава, или наоборот, перейти на использование типового устава общества с ограниченной ответственностью, может в любой момент в порядке, предусмотренном законодательством о государственной регистрации. Кузбасс лучший в трех направлениях туризма – горнолыжном, событийном и промышленном. Об этом на выставке «Россия на ВДНХ» рассказал временно исполняющий обязанности губернатора Кузбасса Илья Середюк. По его словам, уже к 30-му году Кузбасс станет лидером въездного и внутреннего туризма в России. Кузбасс – это высокоиндустриальный регион, но в последние годы мы работаем над тем, чтобы мы ассоциировались еще и с пониманием туризма. Туризм в последние годы стал занимать особую строчку в нашей работе, и это горнолыжный туризм, это промышленный туризм, и это события. Это подтверждается первыми местами в туристическом рейтинге. В настоящее время мы лидеры в России по этим трем направлениям. Туризм в последние годы у нас появилось очень много ярких мероприятий, которыми мы гордимся и приглашаем всех гостей. Самые известные – это Грелка Фест, Кузне Джаз, Симфа Ночь. Буквально вчера мы завершили наш фестиваль Динатера. Динатера, который мы начинали с 5000 участников, а вчера мы зафиксировали общее количество присутствующих на фестивале 76 тысяч человек. Таким образом, на каждой муниципалитете мы нашли свои изюминки и стараемся их развить настолько, чтобы это было интересно. Удачи вам и здоровья! Субтитры создавал DimaTorzok